Дорогой Леонид Ильич. Бессменный лидер СССР на протяжении 18 лет. Про него в Советском Союзе слагали самое большое количество анекдотов. Густые брови, плохая дикция и, конечно, знаменитые поцелуи, которые в народе окрестили Тройной Брежнев. Годы его правления часто называют эпохой застоя. Вспоминая дефицит, бусы из рулонов туалетной бумаги, огромные очереди и колбасные электрички. Действительно начались проблемы вот на рубеже 70-х по 70-х годов. Но опять-таки это все было решаемо в рамках советской социалистической экономики. Но мало кто знает, за 18 лет правления Брежнева бесплатным жильем было обеспечено 162 миллиона человек. А это больше половины населения страны. Квартплата в среднем не превышала 3% от семейного дохода. Дети бесплатно отдыхали в Артеке, а взрослые на курортах. Да много человек при нем сделал, на самом деле. Так что же это было за время? Эпоха застоя или золотая эпоха? Это узнает лишь тот, у кого есть код доступа. Смотрите прямо сейчас. Дорогой Леонид Ильич. Хорошо у вас, милый. Работы у вас мало, почти нет. У меня вчера готовился, сегодня. За что его любили? Вы знаете, грешно говорить, но вон стоят 4 тома стихов и песен, посвященные Леониду Ильичу. И за что ругали? Создав один раз команду, Леонид Ильич уже не шел на модернизацию своей команды. Леонид Брежнев, которого вы не знали. Истинная история его жизни и правления. В программе «Код доступа». Леонид Ильич Брежнев. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Четырежды Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда. Лауреат Международной Ленинской премии «За мир между народами» и Ленинской премии по литературе. Этот человек стоял во главе нашего государства 18 лет. Но в памяти современников, к сожалению, Брежнев остался не энергичным красавцем времен его прихода к власти, а немощным, сентиментальным стариком, героем сотен анекдотов. Ну, например, такого. Брежнев поступает перед членами политбюро. Дорогие товарищи, вчера в Кремлевском дворце, в присутствии дипломатического корпуса, членов и кандидатов в члены ЦК КПСС, депутатов Верховного Совета СССР, я принял британского посла за французского. В конце жизни Брежнев, как ребенок, радовался наградам, которыми его буквально осыпали. Около 120 орденов и медалей советских и зарубежных. Ну, конечно же, среди них было немало заслуженных. Ленинскую премию мира, например, он получил за то, что остановил гонку вооружений. А свой первый орден, боевого красного знамени, он получил за героизм, проявленный во время Великой Отечественной войны. Мало кто знает, но Брежнев трижды просил Политбюро о своей отставке. И каждый раз соратники его отговаривали, убеждая, что товарищ Брежнев любим народом и еще многое может сделать для своей страны. Дорогому Леониду Ильичу Брежневу, не сгибаемому дворцу за мир и счастье народов, большое пьянерское спасибо! 16 мая 1978 года. Заседание ЦК партии. Леонид Брежнев выглядит уставшим. Видно, что каждое произносимое слово дается ему с трудом. Подводит слух. Он жалуется партийным товарищам. Хорошо у вас. Работы у вас мало, почти нет. У меня вчера готовился к сегодня. Сегодня надо готовиться, завтра встречать этого мексиканца. Он приедет, будь уверен. Вот. Так что, работежка такая. Ему 72. Четыре года назад он перенес инсульт, от которого до сих пор окончательно не оправился. Стал рассеянным, нарушилась координация движений и без того нечеткая дикция стала еще хуже. Теперь генсек наведывается в Кремль только на три часа. Это максимум, что позволяет ему здоровье. Да и то, его всегда сопровождают врачи. В конце 70-х вообще было введено три выходных для работников полетбюро. То есть не это, а три дня в неделю. Три дня, причем там рабочий день очень сильно сокращался. Иногда заседания вот этих вот стариков длились там, ну, меньше часа. Три года до смерти Брежнева. О тяжело больном генсеке народ по всей стране слагает мифы и анекдоты. Какие-то из них справедливы, какие-то нет. Вот самые популярные. Миф номер один. Брежнев был недалеким и необразованным человеком. Брежнев действительно родился в простой рабочей семье в Днепропетровской области Украины. Но мало кто знает, что Днепропетровский металлургический институт он закончил с отличием, защитив дипломную работу лучше всех на курсе. А практическую хозяйственную смекалку Брежнева высоко оценил сам Сталин. И именно поэтому после личной встречи с вождем в 1952 году Брежнев начинает стремительное восхождение по карьерной лестнице. Леонид Ильич был целеустремленным человеком. Высочайшая внутренняя дисциплина. Ну, представьте, учиться, работать и заводить семью было не так просто. Это мог только человек очень энергичный. Миф номер два. Брежнев был страстным любителем женщин. Отчасти, по воспоминаниям современников, это действительно так. И о любвеобильности Брежнева недаром слагали легенды. При этом женат он был только раз и с супругой прожил более полувека. До конца своей жизни. Виктория Петровна всех поваров, которые были на даче с Кремлевки, она их всех переучила под свои подкусы Леонид Ильича. А это были, ну, конечно, в большей степени, это называют все-таки украинская кухня. Это борщи, это жаркое, это жирное, это макаронное, если это плевается маслом. Миф номер три. У Брежнева был врожденный дефект речи. Мало кто знает, что это результат контузии, которую Брежнев получил в 1943 году в битве за Новороссийск во время Великой Отечественной войны. При том, что как начальник политотдела, он легко мог вообще отсидеться в тылу, но принял решение идти на фронт. Когда началась война, то Брежнев, естественно, занимался и вопросами эвакуации, в том числе оборонных предприятий, хотя времени было, как вы сами понимаете, не очень много, потому что немцы стремительно наступали, и Петров довольно скоро был взят противником. Смотрите далее. Почему Сталин называл Брежнева красивым молдаванином? В материалах я обнаружил фотографию Леонида Ильича Брежнева времен Великой Отечественной войны. И здесь он просто поразительно похож на молодого Сталина. И как при участии Брежнева был совершен первый космический полет? Американцам доказали преимущество советской общественной системы во всем, в образовании, в экономике и так далее. Правда и мифы о Брежневе. Подлинная история дорогого Леонида Ильича в программе «Код доступа». Удивительное сочетание ингредиентов и невероятный вкус в новых батончиках «Гудмикс». Россия. Щедрая душа. В Евросети забираешь смартфон, забираешь деньги. Камера 23 мегапикселя. Это Sony. 670 рублей в месяц. Кэшбэк 3000 рублей. Xperia XA2 от Sony. Получайте деньги в Евросети. Эксперты экзодерил знают, грибок кожи может вызывать мучительный зуд. Крем экзодерил с тройным действием. Борется с грибком кожи, помогает снимать неприятный зуд и устранять покраснение. Наносится один раз в день. Экзодерил крем. Массивная атака на грибок. Дирол, открой вкус. Открой себя. Попробуй новинку Дирол Баббл Фрэш. Дирол, открой вкус, открой себя. Вздутие живота? Попробуйте Эспомизан. Когда живот раздут от газов, Эспомизан примите сразу. Теперь и в удобной форме. Можно не запивать. Открой ЦИАН и выбери квартиру в аренду в самой большой базе проверенных объявлений. Сенсация. Диски чистоты туалетный утенок. Вообще-то никакой сенсации. Все просто. Приклеить и... И вот ваша жизнь прекрасна. И вот чистота и свежесть с каждым смыванием. Чистота на отлично. С утенком легко. Наше сердце отмеряет время для нас. И в наших силах помочь ему работать четко, без перебоев. Чтобы сердце работало как часы, я принимаю кардиомагнил. Ежедневный прием кардиомагнил способствует нормализации кровоснабжения, облегчая работу сердца. Кардиомагнил дарит вам время. Эта ягода юбилейная. Это тоже. И это. Потому что все они отправляются в печенье юбилейные настоящие ягоды. Юбилейные. Каждую ягоду хочется отметить. Не нужно ждать выгодных предложений, чтобы увидеться с семьей или провести выходные с друзьями. С Блаблакар доступный способ путешествий у вас под рукой. Выберите водителя, который едет в вашем направлении и может вас подвезти. Чтобы сократить расходы на дорогу, даже если вы решите ехать прямо сегодня. Блаблакар. Нам по пути. Боль или спазм в животе, чувство тяжести, запор или диарея – тройной механизм действия тримедата способствует устранению причин этих неприятных явлений и восстановлению естественного ритма пищеварения. Тримедат. Ритм пищеварения как по нотам. Теперь тримедат стал еще удобнее. Новая форма – тримедат форте. Спрашивайте в аптеках. Насладитесь Якобс Голд. Мягкая обжарка, утонченный аромат, превосходно сбалансированный вкус. Кофе Якобс Голд. Кровь на щетке. Возможно, десна воспалены. Они могут начать опускаться. Нитрагил Дента способствует устранению воспаления десен уже через 7 дней. Начните лечение сегодня. Миф номер 4. 114 медалей Брежнева незаслужены. Про медали Брежнева по стране ходили многочисленные анекдоты. Например, в Москве произошло землетрясение. Сейсмологи в шоке. В столице СССР не может быть землетрясений. Здесь нет горного пояса. Оказалось, у Брежнева со стула пиджак упал. Сколько у Брежнева было звезд золотых-то? Пять. Пять? Пять, да? Пяти. Он приходит на тот свет, рассказывает. После смерти. И говорит, а почему пять-то звезд? Он говорит, у вас пять было. А посмертно? Традиция вручать генеральному секретарю многочисленные награды в брежневские времена действительно была частью неписанного партийного этикета. Но все военные награды Брежнев получил заслуженно. Человек, который прошел всю войну, заслужил на фронте два ордена Красного Знамени. Орден Богдана Хмельницкого первой степени, Красной Звезды, Отечественной войны первой степени. Понимаете, такими орденами на фронте не бросались. Об ужасах войны Брежнев будет помнить всю жизнь. Поэтому всю жизнь будет делать все возможное, чтобы не допустить ее повторения. В архивных материалах я обнаружил фотографию Леонида Ильича Брежнева времен Великой Отечественной войны. И здесь он просто поразительно похож на молодого Сталина. Осанка, взгляд, трубка в руках. Ну, явное желание подражать вождю народов. Надо сказать, что Брежнев Сталина уважал. Более того, тот для него был чуть ли не кумиром. Но это вполне понятно. Именно при Сталине началось восхождение Брежнева к вершинам власти. Поэтому, наверное, во времена правления Леонида Ильича вся негативная информация о сталинских временах была придана забвению. А в художественных фильмах того времени Сталин всегда был показан как мудрый и дальновидный руководитель. Парад победы 45-го года. Брежнев идет по Красной площади в сводном полку 4-го Украинского фронта. И не просто, а во главе колонны. С трибуны мавзолея участников парада приветствует Сталин. Брежнев смотрит на него с восторгом и уважением. Интересно, что именно Брежнев спустя 20 лет сделает 9 мая выходным днем и введет в традицию ежегодные парады победы на Красной площади. При Сталине парад прошел лишь единожды. В 45-м году. При Сталине, это понятно, это был такой памятный день. Со слезами на глазах, да. Не то, что скорби. Но, в общем, праздновать особо было нечего, потому что действительно это вот только вчера произошло. Летом 1950-го Брежнева переводят в Молдавию на должность руководителя коммунистической партии. И у него непростое задание. Поднять уровень жизни в бедной, послевоенной аграрной республике. В 52-м Брежнев едет в Москву на 19-й съезд КПСС с отчетом о проделанной работе. Здесь он, как представитель Молдавской республики, впервые отчитывается о проделанной работе перед Сталином. И отчитывается блестяще. Сталин широко улыбается и произносит. Какой красивый молдаванин! В бывшем доблестном военном Брежневе он сразу разглядел ответственного хозяйственника и предложил ему войти в состав президиума и секретариата ЦК. Сталин был человек государственный, государственно мыслящий, поэтому выдвигал людей по деловым качествам, а вовсе не только, а может даже и не столько по личной преданности. В последние годы жизни выступления стали даваться Брежневу с большим трудом. Язык не слушался, не удавалось запомнить речь и приходилось читать ее по бумажке. Мама была преподавателем русского языка, поэтому он часто с ней встречался, они вместе прочитывали его доклады. Потому что, ну, в силу возраста и потом в силу того, что эти доклады, если мне не изменяет память, были насыщены идеей причастными оборотами, вот эти вот ща, 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 ему было трудно выговаривать. Это все менялось как бы на простой, понятный язык. И речь шла не только о серьезных докладах по обороне или экономике, но и даже о самых простых вещах. Например, традиционном поздравлении советских граждан с Новым годом. Это канун 1971 года. Брежневу 64, и он пока полон сил. Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья, идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. А это уже 79-й. Чтобы генсек смог прочитать заготовленный текст, ему два раза меняют очки. Вот эти, ребята. Вот эти, наверное, лучше. Да, посмотрите, про это тоже. Да, попробуйте. Вот так лучше. Я взял другие очки. Куда смотри? Это жахматы. Значит, как только от текста отойдете немножко, так повыше взгляд в камеру. 22 февраля 81-го года в своем дневнике генсек сделает запись. Пробовал говорить в зале Кремля. Не говорил, а только пробовал. Но тогда, в 50-х, его активности можно было только позавидовать. Брежнев умело решал стратегические задачи страны. Когда в 1953-м умирает Сталин, на его место встает земляк Брежнева, Никита Хрущев. И под лозунгом «Догнать и перегнать Америку» он начинает освоение целинных земель. Брежневу в очередной раз достается один из самых сложных регионов страны. Хрущев назначает его секретарем ЦК Компартии Казахстана. Байконур – первый и крупнейший в мире космодром, построенный в 1955 году в казахстанских степях. Непосредственное участие в строительстве Байконура принимал тогдашний второй, а затем и первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Леонид Брежнев. И вот почему. Оказывается, изначально Байконур строился как полигон для испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, предназначенной для доставки водородной бомбы. Позднее именно Р-7 стала прототипом для ракетоносителей, предназначенных для пилотируемых космических кораблей. Во время строительства Байконура он тесно контактировал с Советом Генеральных Конструкторов Сергеем Королевым, Василием Мишиным и другими. Дотошно вникал в технические вопросы. Фактический работник, это был человек от Сахи, что называется. Это не был какой-то кабинетный дектринер, который там рассуждал на тему экономики. Он впахивал всю жизнь. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые был осуществлен запуск космического корабля с человеком на борту. За его подготовку Брежнев был удостоен звания Героя социалистического труда. После того, как произошел этот полет Гагарина, мы, что называется, утерли нос американцам. Мы доказали преимущество советской общественной системы во всем, в образовании, в экономике и так далее. Вы восхищаетесь достижениями России? Конечно же нет. Мы должны были первыми сделать этот шаг. Мы опасаемся, что об их истинных намерениях большинство людей не подозревает. Похоже, мы сильно отстаем от жизни. К началу 60-х в стране растет недовольство политикой Никиты Хрущева. Реформа сельского хозяйства с треском провалилась. А в 62-м году случился Карибский кризис, который едва не перерос в ядерную войну. Хрущева обвиняли в волюнтаризме. Недовольство генсекам росло не только в обществе, но и в ЦК. Смотрите далее. Его избирали ненадолго, а он остался на 18 лет. Сам Брежнев, будучи уже достаточно опытным аппаратчиком, он, на мой взгляд, он, конечно, переиграл. Леонид Брежнев, которого вы не знали. 14 октября 1964 года на собрании президиума ЦК КПСС большинство проголосовало за снятие Хрущева со всех занимаемых должностей. Нужна была фигура на переходный период. Человек, который сменит Хрущева и устроит всех. Таким человеком стал Леонид Брежнев. Сам Брежнев, будучи уже достаточно опытным аппаратчиком, на мой взгляд, он, конечно, их переиграл. Переиграл он тем, что до поры до времени он открытый, где никогда так не говорил о своих каких-то амбициях, о каких-то собственных своих. И здесь он очень тонко, на мой взгляд, очень тонко абсолютно не только эту власть получил, но и удержал, отстранив вот все то, что мешало. В народе начало Брежневского правления назвали «золотой пятилеткой». Советские граждане стали жить лучше. Многие семьи получили возможность купить холодильники, телевизоры, стиральные машины, радиоприемники. В 1967 году страна перешла на пятидневную рабочую неделю. Внук генсека бережно хранит письма, которые приходили дедушке со всех концов Советского Союза. Вы знаете, грешно говорить, но вон стоят 4 тома стихов и песен, посвященные Леониду Ильичу. А запомнилось, естественно, вон они стоят. Ну, таких вот, ну, веселых каких. Есть хорошие какие-то, есть добрые, есть несуразные какие-то. Ну, много чего было. Но уже скоро народное творчество по отношению к генсеку изменится. Над ним начнут смеяться. А в 70-е Брежнев находится в зените своей славы. Брежнев был заядлым хоккейным болельщиком и старался почти никогда не пропускать матчи с участием ЦСКА. Причем ради любимой команды он мог даже пропустить такое ответственное мероприятие, как заседание съезда КПСС. Спортивный комментатор Владимир Перетурин однажды вспоминал, что как-то один из дней работы съезда КПСС совпал с хоккейным матчем с участием ЦСКА. Перед самым началом игры Перетурину в комментаторскую кабину позвонил тогдашний председатель Гостелерадио СССР Лапин с приказом в сегодняшнем репортаже правительственную ложу не показывать. Оказалось, что Леонид Ильич проигнорировал работу съезда и вместо этого приехал на хоккей с участием любимой команды. Простому народу, естественно, об этой вольности генсека знать было не надо. Известен и такой эпизод. Во время одного из очередных заседаний Политбюро Брежнев, Подгорный и министр обороны Гречко вдруг начали оживленно обсуждать итоги недавнего матча с участием ЦСКА. Первым не выдержал председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин со словами «Здесь обсуждают важнейшие государственные вопросы, а вы какую-то чушь несете». Он встал и вышел из зала на заседание. И еще одним сильнейшим увлечением Брежнева была, конечно же, охота. К ней он пристрастился еще во время работы на Урале, в молодости. Но охота была для Брежнева не только увлечением, но и местом неформальных политических дискуссий. Так в 1974 году после переговоров он пригласил госсекретаря США Генри Киссинджера поразмяться, поохотиться на кабана. Госсекретарь был не в восторге от затей. Дескать, он не умеет обращаться с оружием. Когда Брежнев вручил ружье Киссинджеру, тот так неумело держал его, что советский генсек начал опасаться, как бы заокеанский гость вместо кабанов не перестрелял спутников. Поэтому ружье у Киссинджера отобрали и поручили роль, как в шутку тогда называли, иностранного наблюдателя за охотой. А Киссинджер потом шутил, что ему все-таки удалось убить одного кабана. Правда, умер он не от пули, а от смеха, увидев такого охотника. Я люблю охоту с юных лет и не бросаю этого спорта. И теперь, когда есть возможность, то я считаю лучшим отдыхом для себя. Побыть в лесу или на реке, пострелять. Это доставляет мне и удовольствие, и служит хорошим отдыхом. Брежнев пришел к власти в разгар холодной войны, во времена гонки вооружений. Пройдя полностью Великую Отечественную войну, Брежнев знал цену жизни. Знал сам. Гибли его товарищи, гибли люди, подчиненные. Это все было, и это все он не из книжек, а это все реалии. Поэтому, когда он стал первым лицом в стране, у него первое, что было, поднять престиж вооруженных сил, поднять престиж органов внутренних дел, Комитета госбезопасности. В 70-е годы обороноспособность СССР достигла такого уровня, что советские вооруженные силы могли в одиночку противостоять объединенным армиям всего блока НАТО. Но Брежнев понимал, вооружаться до бесконечности бессмысленно. И начал политику разрядки. Для него слова разоружения мира, это не пустые слова. То есть не то, что какая-то работа ради работы. Он до боли всегда все вспоминал. Он смотрел военные фильмы, там, не знаю, «Освобождение», «Битва за Москву», какие-то такие. Он иногда плакал. То есть для него это была живая тема. Поэтому оборона, мир для него была самая главная, наверное, в жизни. С именем Леонида Ильича Брежнева связано такое понятие, как разрядка международной напряженности. И начался этот процесс 22 мая 1972 года, когда впервые в истории советско-американских отношений в Москву с официальным визитом прибыл президент США. Леонид Брежнев и Ричард Никсон подписали ряд очень важных документов. Ну, например, договор о сокращении систем противоракетной обороны и основах взаимоотношений между СССР и США. А также соглашение о некоторых мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений. А в следующем 1973 году с ответным визитом в США прибыл Леонид Брежнев. И там тоже были подписаны очень важные документы. Прежде всего, договор о предотвращении ядерной войны и неприменении ядерного оружия, а также о сокращении наступательных стратегических вооружений. Вам может показаться перечисление названия этих дипломатических документов довольно однообразным и скучным, но именно они, эти документы, стали гарантией ядерного мира на планете. С 28 июля по 11 августа пройдут четвертые армейские международные игры. 5 тысяч военнослужащих из 33 стран будут бороться за звание лучших из лучших. Подробности на телеканале «Звезда» и на официальном сайте соревнований. Когда у нас аллергия, мы с сестрой выглядим вот так. Хорошо, что у нас есть таблетки от аллергии с лоротадином, чтобы чувствовать себя лучше. Но только мои дешевле. А что это за марка? Таблетки от аллергии «Лоротадин Тева» лекарственные препараты Тева на разные случаи жизни. Высокое качество. Выгодная цена. Дирол, открой вкус! Открой себя! Попробуй новинку «Дирол Баббл Фрэш». Дирол, открой вкус, открой себя! Самые покупаемые окна и трубы на rehau.ru Rehau. Главное в доме. Сенсация. Диски чистоты туалетный утенок. Вообще-то никакой сенсации. Все просто. Приклейте и... И вот ваша жизнь прекрасна. И вот чистота и свежесть с каждым смыванием. Чистота на отлично. С утенком легко. Международный форум «Неделя национальной безопасности». Новый масштабный проект по важнейшим направлениям обеспечения национальной безопасности. Август 2018 года. Успей принять участие. Удивительное сочетание ингредиентов и невероятный вкус в новых батончиках «Гудмикс». Россия. Щедрая душа. Боль или спазм в животе, чувство тяжести, запор или диарея – тройной механизм действия тримедата способствует устранению причин этих неприятных явлений и восстановлению естественного ритма пищеварения. Тримедат. Ритм пищеварения как по нотам. Теперь Тримедат стал еще удобнее. Новая форма – Тримедат Форде. Спрашивайте в аптеках. В Евросети забираешь смартфон, забираешь деньги. Камера 23 мегапикселя. Это Sony. 670 рублей в месяц. Кэшбэк – 3000 рублей. Xperia XA2 от Sony. Получайте деньги в Евросети. Нужно такси? У нас только профессиональные водители с высоким рейтингом. И привилегии постоянным клиентам. Для заказа такси выбирайте приложение «Гет». На Юле ты можешь купить систему безопасности, игровую приставку без опасности, и даже автомобиль без опасности. Узнай среднюю стоимость машины. Юла Авто. Больше знай, безопасно покупай. Какой большой, красивый. И цена выгодна. Да, еще и подарок. 16 июля в салонах РБТ.РУ. При покупке холодильника «Хайр» «Стотал ноуфрост» всего за 37 990 рублей. Мясорубка в подарок. РБТ.РУ. Цены как в интернете. Более 130 лет я и Джидю Гальбани вдохновлен итальянцами. А моя моцарелла вдохновит вас салатом капрезе. Нарежьте сочную и нежную моцареллу Гальбани. Добавьте помидоры, базилик, соль и оливковое масло. Попробуйте. Гальбани. Все дипломатические встречи Брежнев сопровождал поцелуями. Дважды в щеку и один раз в губы. Тройной Брежнев. Так этот ритуал окрестили в народе. Знаете, там идет, как Брежнев встает в аэропорту, провожает мелкого политического лидера. И, значит, самолет уже набрал высоту. Он стоит и прощает его. Ему говорят, Леонид Ильич, пойдемте. Ну что вы так долго с ним прощаетесь? Это же не политик. Это же не дипломат. Это просто ничтожество. Это точно. Ну, целуется. Дело все в том, что целуется, это вообще идет еще до революционной интеллигенции. Это было принято при встрече. И у Брежнева это был такой манерный ход, чтобы показать искренность, дружественность. В 1973 году Брежнев получил Ленинскую премию за укрепление мира между народами. А спустя два года в Хельсинки прошло Международное совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Большой его успех был прежде всего на европейском континенте. Это признание то, что в конце концов заставили ФРГ, а за ФРГ, конечно же, стоит Соединенные Штаты Америки, заставили признать границы послевоенные. Подписание Хельсинских соглашений Брежнев считал своей главной заслугой. Они окончательно закрепляли территориальные итоги Второй мировой войны, потому что до этого ФРГ не признавала Потсдамские соглашения, изменившие границы Польши и Германии, не признавала наличие ГДР и того, что Калининград и Клайпеда отошли к СССР. Во время подписания Хельсинских соглашений напряжение было столь велико, что вскоре после этого у Брежнева случились два инсульта один за другим. Смотрите далее. Закат Золотого века развитого социализма. Золотой век Леонид Ильича закончился где-то на рубеже 75-76-го годов. Кто виноват в дефиците товаров народного потребления? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напряжение во время подписания Хельсинских соглашений было столь велико, что уже в 76-м, через год после этого, у Брежнева случились два инсульта один за другим. Золотой век Леонид Ильича закончился где-то на рубеже 75-76-го годов. После того, как у него произошло два таких серьёзных приступа, связанных с кровообращением головного мозга. В 1978 году в популярном тогда журнале «Новый мир» и в литературной газете были опубликованы воспоминания Леонида Ильича Брежнева. «Малая земля целена возрождением». И сразу же они были изданы отдельными книгами в СССР, «Миллионными тиражами», ну и стараниями ЦК КПСС были переведены на 65 языков мира. К авторству этих книг Брежнев не имел, честно говоря, никакого отношения. Первую из них «Малая земля» он, например, прочёл, когда она уже вышла в печать. Но правда состоит и в том, что это были действительно воспоминания Брежнева. Он наговаривал их своим помощникам, а те передавали текст для дальнейшей литературной обработки известным советским журналистам. Книги были написаны очень неплохо, поверьте уж мне. Я, как и все советские студенты, в то время в обязательном порядке изучал их в ВУЗе. Но болезнь к тому времени настолько одолела генсека, что мало кто в народе верил в его авторство. Слишком разителен контраст был между молодым, энергичным героем трилогии и немощным стариком, периодически появлявшимся на телевидении в программе «Время». Книга «Малая земля» рассказывает о подвигах русских солдат во время защиты Новороссийска. Брежнев считал, что она станет финальным аккордом в его правлении. Ведь к тому моменту он сделал всё, что мог. Страна была сильной, были подписаны мирные соглашения. Самое время уйти на покой. Тем более, что в борьбе за мир здоровье генсека было подорвано. Но уйти Брежневу не дали соратники. Вот обычно пишут, что Брежнев цеплялся за власть, не хотел никуда. Нет, он дважды же делал попытки уйти в отставку. Дважды делал попытки уйти в отставку. Его не отпускали. Почему? Потому что среди всего этого окружения пока ещё не сложилась собственная сила, которая готова была перехватить эту эстафету. В эти годы награды посыпались на Брежнева как из рога изобилия. В 79-м его награждают медалью Всесоюзной Ленинской премии за успехи в литературе. В период с 76-го по 81-й Брежнев получает три из своих четырёх медалей «Золотая звезда». Разрешите, здоровый Денин Ильич, вручить вам награды. К старости дачу скрывать он любил лезть, любил ордена. Ну, считал это действительно заслугой. Не то, что вот как бы ему нравилось и наденеть. Ну, что же он заслужил это? Это я знаю потому, что я его видел дома в семье и знаю его характер. В конце 70-х «Золотая эпоха» сменилась эпохой застоя. Так называемые непопулярные меры по выводу из кризиса экономики страны проводятся без учёта мнения... В обиход вошло такое слово, как «дефицит». В этой обвоське предел мечтаний большинства советских граждан конца 70-х годов. Колбаса, апельсины, сыр, сгущенка, сельдь. Я бы добавил сюда ещё мясо и бананы. Дело в том, что купить дефицитные продукты тогда можно было только в Москве, которая снабжалась гораздо лучше остальных городов страны. И поэтому, особенно в праздничные дни, тысячи людей направлялись в столицу, чтобы закупить продукты питания. Тогда-то и появилось хорошо знакомое тем, кто жил во времена Брежнева, выражение «колбасные электрички». Итак, конец 70-х годов, наступает время тотального дефицита. При этом к 1980 году Советский Союз по объёмам промышленного производства и сельского хозяйства занимал первое место в Европе и второе место в мире, уступая лишь США. Советская сельхозтехника экспортировалась в более чем 40 стран. В то время Советский Союз стал ведущим поставщиком нефти. По данным официальной статистики, её экспорт вырос с 1965 по 1985 год почти в три раза. При Брежневе был построен газопровод в Западную Европу, который работает по сей день. Но у Ренгой, Помары, Ужгород был такой газопровод, который соединял страны СЭВА. Это Уренгой, Помары, Ужгород. Это Венгрия, это Чехословакия, но теперь уже две страны – Чехия и Словакия. Но вместо того, чтобы вложить средства в модернизацию собственного производства, СССР закупает товары в социалистических странах, поддерживая экономику ближайших союзников. А вот этой модернизации и не хватило. Надо было обновляться. И в том числе и в кадровом отношении. А создав один раз команду, Леонид Ильич уже не шёл на модернизацию своей команды. В декабре 1979 года советские солдаты вошли в Афганистан. Тогда предполагалось, что военная операция скоро закончится. Любовь Брежнева, племянница генсека, вспоминает, как дядя ежедневно звонил министру обороны Дмитрию Устинову и, не выбирая выражений, кричал, «Дима, ты же мне обещал, что это ненадолго. Там же наши дети погибают». События, связанные с Афганистаном, ещё больше подкосили здоровье генсека. Но он проявлял огромную силу воли. В 1981-м 75-летний Брежнев во время визита в Азербайджан побывал на одном из заводов. Неожиданно прямо на него рухнули стропила, не выдержав веса толпы людей, приветствовавших генерального секретаря. Охрана бросилась на помощь, но Леониду Ильичу сломало ключицу. Там через два часа он стоял и выступал перед собравшимся народом. А это много было. 7 ноября 1982 года Леонид Брежнев поднялся на трибуну Мавзолея, чтобы принять парад по случаю очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Выглядел он в тот день как обычно. Может, даже чуть лучше, чем привыкли его видеть в последние месяцы. Для советских граждан это было символом того, что в стране всё остаётся по-прежнему. 15 ноября 1982 года войска вновь пройдут по Красной площади, но этого Брежнев уже не увидит. Это будет прощальный парад в честь его похорон. 10 ноября 1982 года Леонид Ильич Брежнев умер дома. Во сне. В 1964 году, когда Брежнев пришёл к власти, многие считали его фигурой временной. Но Леонид Ильич проявил себя мастером аппаратной интриги и постепенно отодвинул на задний план всех, кто так или иначе мог оспаривать его лидирующую позицию. Кроме того, при Хрущёве было время постоянных встрясок и неожиданных решений. И партийная элита от этого изрядно устала, поэтому стабильность Брежнева всех устраивала. И страна пошла по пути развития инерции экономики ещё хрущёвского времени. На какой-то период запаса прочности ещё хватало, а потом инерция иссякла. И началось время застоя, совпавшее с последними годами жизни Леонида Ильича Брежнева. С его уходом в 1982 году завершилась целая эпоха, которая впоследствии получила название «эпоха застоя». А великой стране оставалось существовать всего 9 лет. С вами был Павел Веденяпин. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Эти шокирующие кадры сняты в центре города.